Северо-Осетинский информационный портал «Пятнадцатый регион» представляет. За рулем матушка Нона пять лет, со дня основания обители. Стать автомобилисткой заставили заботы о монастыре. Строительство здесь еще не закончено, поэтому постоянно чего-то не хватает. Духовности не хватает, кирпича не хватает, цемента. Я вообще очень болезненно воспринимаю любой выезд из монастыря. Святые отцы говорят, что монах, который выходит из своей кельи, обратно таким, как он был, не вернется. То есть он обязательно по дороге наберется от чего-нибудь. И тот мир духовный, который он пытался созидать, для того, чтобы молитва была плодотворной, он потерян. В силе монашеской молитвы, особенно женская, матушка Нона убеждалась уже не раз. Женское монашеское, в нем нет карьеризма, понимаете. Монахиня, она не может стать ни архиереем, ни митрополитом, ни святейшим патриархом, тем более. И как-то в этой простоте Господь, наверное, вот эти детские какие-то чистые молитвы слышит. Я так думаю. Вот красивая, да, как кораблик. В обитель матушка всегда возвращается с радостью и трепетом. Приходят в монастырь по разным причинам, но цель у оставшихся здесь одна – служение Богу. Марина Кудзеева приехала в монастырь в свой день рождения. Решила устроить себе маленькое приключение. Хотелось новых ощущений, попробовать постной монастырской еды, а еще понять, почему становятся монашками. Все нормальные люди думают, что что-то в жизни произошло, и поэтому ты ушла в монастырь. Все было замечательно. Особенно в последние два года перед монастырем такое ощущение было, что в жизни все сбывается, все замечательно, все устраивает. А какой-то гармонии в душе не было. Какой-то вот поиск. Я только здесь успокоилась. И когда пришла сюда, поняла, вот здесь мое место. Сегодня Инна Кинь и Маргарита – казначей и секретарь в монастыре. По мирской жизни тосковать не приходится. Забот в монастыре столько, что не соскучишься. Да и учиться еще нужно многому. Могу сказать, что я себя довольно часто не веду, как христианка. Вот моя задача – стать христианкой, настоящей. Прощать, любить, терпеть. Всему этому учиться нужно. На плечи сестер легли нелегкие испытания. Монастырь был заложен на развалинах бывшего дома отдыха в лесу. Со дня основания строительные работы здесь еще не прекращались. Да и в обществе к монахиням поначалу относились с недоверием. Пока единственный женский монастырь в Осетии. Естественно, нас рассматривают под лупу. Вот, это нормально, наверное. Кто это, эти люди в черном ходят? Что они вообще ходят? Что они так одеваются? Как это вообще возможно? Возможно. Официально же мы считаемся безработными, на самом деле. Меня это очень веселит, потому что нас как-то вызвали в прокуратуру. Ну, мы должны были рассказать о своей деятельности, что такое монастырь. Ну, наверное, все организации это проходят. Ну, так это повеселило. Они, значит, спрашивают, а вы работаете? Мы так с матушкой переглянулись. А где мы работаем? Ну, официально мы считаемся безработными. Вы видели вообще фотографии, какую разруху монастырь взял? Я вам когда рассказываю, что когда три девушки поселились в монастыре, в лесу, без воды, электричества, газа, вообще безо всего, страшно в лесу-то. Через два года уже стоял монастырь, уже храм стоял. А когда мы вот здесь вот ходили, снег мерили ногами, и матушка говорила, представляете, здесь будет слышен звон колокола. Я думала, звон колокола будет слышен. Откуда он может здесь быть слышен, да? Когда здесь что вырастет? Слышен звон колокола по утрам. Зарема Куроева руководит реабилитационным центром, который расположился на территории монастыря. Центр был построен через два года после Бесланской трагедии, специально для детей, пострадавших в результате теракта. Сегодня сюда привозят ицхинвальских ребят. Есть детки так вот внешне, во всяком случае, вполне сохранные, а есть, которые даже вот внешне видно, что у него проблемы. Это, конечно, зависит еще. И ситуация для всех одна была, но запас внутренний, резерв, который помогал преодолеть его, но у всех разный. Это монастырь. А психологи вам скажут любые, что религия для человека – это ресурс, это опора, это сила, помогающая человеку жить. И Христов заветный лучик крепко накрепко держать. Задача педагогов Центра – отвлечь детей от страшных мыслей, создать комфортные условия для творчества и вселить в детей веру в добро и справедливость. Игры и труд – лучшие лекарства от стресса. А еще – молитва. У каждого ребенка в центре своя судьба, но в глазах у всех одно – страх. Маленькая Бела Абаева пережила войну. До сих пор с криками просыпается по ночам и слышит грохот снарядов. Когда-то уже стены были, я пока тут в подвале была, очень большие стены были. А когда уже война началась, мы уехали. Ребята постарше уже научились справляться с эмоциями. И хотя этих страшных сентябрьских дней в Беслане из памяти не сотрешь, вспоминать об этом не хочется. Ангелина и Рустам учатся в одной школе, но друг друга заметили только здесь, в монастыре. У обоих это первая любовь. Ребята никогда не проходят мимо стены желаний. Здесь всегда можно обнаружить приятный сюрприз. Среди пострадавших в Бесланском теракте немало и талантливых детей. Каждое воскресенье Алена Гурцева спешит в церковь святого Георгия Победоносца. Не так давно при храме появилась золотошвейная мастерская, где юная мастерица вместе с наставницей расшивают церковное облачение национальным осетинским орнаментом. Такого в Осетии еще никто не делал. На Украине и в Грузии уже это осуществили. Мне бы очень хотелось, чтобы и в Северной Осетии тоже присутствовал осетинский орнамент в облачении священнослужителя. Светлана Болеева преподает золотое шитье на станции юных техников в Беслане. Изучая скифосарматскую культуру, пришла к удивительному выводу. Осетинский орнамент со сложной солярной символикой органично вписывается в православные каноны. Символика орнамента, она тут непосредственное значение имеет, потому что это каноны религии. Нам нельзя отходить от канонов. Здесь мы применяем только геометрический и растительный орнамент. Идея переплетения двух древних культур, осетинско-орнаментальной и православной, отцу Сергию, настоятелю бесланского храма святого Георгия Победоносца, пришлась по душе. Для осуществления оригинальной задумки при храме обустроили золотошвейную мастерскую. Этой работой результаты два первых места на двух госполиканских конкурсах. Победы на конкурсах и поддержка священнослужителей вдохновляют рукодельниц. Коллекция золотошвейной мастерской пока небольшая, но дизайнерских идей у юных мастеров хоть отбавляй. Уже воплощенные идеи дизайнеров можно увидеть и в облике некоторых Владикавказских храмов. Совсем недавно в церковных окнах заискрились витражи. В этой технике в республике работает пока только один мастер – Заурбек Бедоев. Выпускник Строгановки полон решимости положить начало развитию витражной техники у себя на родине. Сам материал он очень пластичный, гибкий. Можно с него делать и формы любые, и огромный спектр цветов, плюс безграничные возможности в фактуре. Его можно матировать, красить, резать, гнуть. Библейские сюжеты и образы святых будто оживают при солнечном свете. Переливаясь многоцветием красок, они словно повисают в воздухе. Моя творческая мечта была сделать витражи в православную церковь. То есть в этом плане мечта реализовалась. Витражами Заурбека Бедоева уже украшены храмы республики. По мнению самого мастера, особенно удалось оформление армянской церкви святого Григория Просветителя во Владикавказе. Витражным стеклом здесь декорированы окна, двери и купель. Благочины всех православных церквей Осетии отец Владимир служит в одном из старинных городских храмов – Ильинской церкви. А еще возглавляет редколлегию газеты «Православный вестник». На повестке дня обсуждение передовицы. Ее займет материал об открытии футбольного сезона. Северо-осетинская Алания сегодня начинает чемпионат России в первом дивизионе. Отцу Владимиру предстоит выполнить ответственную миссию, ведь за игрой Осетинская Алания будет наблюдать вся республика.